Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня мы будем с вами убирать усики над верхней губой. В общем, девочки, на самом деле многое я замечаю сама у многих девчонок, что девочки не следят за своей верхней губой. Я не знаю, может быть, это, конечно, в те времена пушкинские, знаете, когда там была какая-то не Татьяна, а какая-то там была женщина, у которой усики вот были над губой, и они там подчеркивали то ли красоту, то ли что, я не знаю, но девочки, могу вам сказать, что это некрасиво, и мальчикам это не нравится. Поэтому сегодня, как бы, да, у меня, например, нет там темных таких усиков, но у каждой девушки есть, может быть, какой-то там белый пушок, может быть, темный, если темный, вообще надо убирать сразу девочки. Не знаю, сколько, если вы обращаете внимание на то, что на вас смотрят мальчики, там, и так далее, и так далее, убирайте эти усы, они же будут называть вас мужиками всякими, там, понимаете, ну, прикалываться, там, щекочешь, там, щетина, господи, ну, куча всего. И в свое время тоже, когда я даже, ну, я уже давно, как бы, да, слежу за лицом, там, убираю все лишнее, и даже когда я уже убираю, и бывает, там, ты не успеешь где-то, ты же не прямо каждую волосинку там вот выдираешь, бывает, это замечаю, это в свое время давно, мой бывший молодой человек это заметил, это было очень неприятно, на самом деле. Я, конечно, отшутилась там, потому что я знаю, что у меня нет темных волос, это там какие-то пушистики, может быть, торчат, да, но вот на солнце там переливалось как-то это все некрасиво, поэтому я решила сегодня с вами показать, как я это делаю в домашних условиях. Вообще, конечно, может быть, лучше ходить в салон, потому что они делают это там аккуратнее, и вот я хотела пойти в салон вчера, сегодня, да, но потом подумала, что нам, я хочу девочкам рассказать, показать, потому что иногда, когда ты не успеваешь, а нужно, да, то это можно сделать дома, и я это делала, но делать это нужно аккуратно. Я буду использовать вот такие вот восковые полосочки для чувствительной кожи. Вообще, есть уже такие же полосочки для лица, для каких-то таких чувствительных моментов, да, то есть лучше брать их, потому что там, ну, наверное, какой-то другой воск. Вообще, это делают таким воском, который, знаете, там на палочку вот так вот наматывается, да, там он как-то делает, он более такой щадящий какой-то и так далее. Но если вы первый раз, может быть, лучше идти в салон, чтобы там сделали профессионально, потому что я себе ранила губу пару раз как-то в своей жизни, да, то есть главное, ну, я сейчас расскажу, значит, нам понадобятся вот такие восковые полосочки, ножницы, чтобы отрезать немножечко восковых полосочек. И нам потребуется, ну, вот я водичкой мицеллярной, я обезжирю поверхность, которую, часть лица, которую мы будем с вами, значит, на которой мы будем с вами избавляться от волос. Итак, первое, что мы с вами сделаем, мы достанем полосочку, вот так вот она выглядит. Я ее разрезаю примерно, ну, вот, не знаю, вот немножечко, да, сейчас я вам покажу, какая это часть, смотрите сами, вот так. Вот так вот. Нам понадобится вот это. Это восковые полоски, которые разогреваются между руками, да, и потом уже разъединяются и клеятся. Дальше мы с вами очистим поверхность, обезжирим и очистим верхнюю часть. Дальше мы подождем, пока высохнет. Можно это сделать спиртом, можно, например, сделать это лосьоном огуречным, да, можно даже сверху пройтись, чтобы прям вообще обезжирить. У него, правда, такой запах. А! Амиродный. Все это потом у нас высыхает. Я даже могу это немножечко припудрить, потому что иногда присыпочкой, да, там, чтобы прям присушить. Дальше мы растираем между ладошек, как следует, чтобы разогрелся воск. И самый секрет в том, чтобы вот этой вот частью, как раз-таки, где начинается полосочка, да, мы положили эту полосочку чуть-чуть выше нашей губы, на там полмиллиметра. Главное, чтобы мы не заходили за губу, потому что если мы на губу налепим это все дело, то при резком сдирании мы можем поранить нашу губу. Мы можем поранить как? Просто содрать верхнее сло, и будет ранка потом. Заживает она долго на губах. Поэтому лучше сделать капельку повыше, или прям вот по границе, вот прям-прям-прям-прям-прям над границей, если у вас отчетливо видно эти границы. Теперь я разъединяю липкой стороной вот этой верхней части, прям над губой ложу. Такая это сделала в зеркало. Как следует. И просто резко одираем. Можно попробовать использовать это же. Вот сразу гладко, вообще ничего нет. Пока она липкая. Я уже привыкла, поэтому для меня это боль такая. Вторую берем, с другой стороны. Это я прилепляю по росту волос. Точно так же резко. Все, все чистенько у нас. Можно так пройтись, потому что еще остались липкие. Когда вы делаете это второй раз, вот уже, допустим, первый раз мы сделали, да, и делаем второй раз. Такое легкое покраснение. Ничего страшного, это нормально. Когда мы делаем это второй раз, допустим, да, уже не такой липкой, то уже содрать, конечно, шансов вообще нет. Можно чуть-чуть на губу зайти. Дальше мы берем просто маслица. У меня вот есть кокосовое масло. Я его недавно купила. Расскажу вам в покупочках. Где, за сколько. Я намажу это сейчас кокосовое масло. Во-первых, чтобы снять наш воск лишний. Во-вторых, успокоить немного кожу. Все, и буквально через... Какая красотка. Через полчаса уже буквально покраснение сойдет, да, и можно припудрить чуть-чуть, это абсолютно не будет видно. Так что я еще собираюсь сейчас видео снимать. В общем, я покажу вам сейчас. Пройдет время, я скажу, сколько прошло, и как оказалось, я припудру, и вы увидите, что получится. Вы можете смазать, естественно, вообще любым маслом. То есть Johnson's Baby, там масло, какое у вас есть, маслицем смазать. Итак, мои хорошие, прошло 10 минут. Я убрала ваточкой лишнее масло, и сверху просто замаскировала своей пудрой, которую я вам говорила, номером 01, который мне подходит, да, как следует. И накрасила губки. Как видите, в принципе, особо не видно, то есть в зеркале то же самое, можно выходить и на улицу, да. Но покраснение, конечно, полностью не сошло, если бы я дома была еще там полчасика, наверное, вот так, минут 40 прошло бы оно. Ну, в принципе, вот, например, когда я в салоны хожу, да, мне тоже там маскируют немножечко таким тональным. Сразу у них есть какие-то крема такие вот с тональной основой, они, то есть антисептические. То есть, когда маслом там, да, когда вот этим вот тоже могут маслом сначала, потом масло убрать и сверху вот этим тональным таким вот антисептическим средством замаскировать все. Поэтому я обычно делаю так, не умирала, все хорошо, то есть никаких аллергий, ничего такого не было. Так что, если мое видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не упустите новые видео, очень много интересного ждет вас впереди, я для вас готовлю. Надеюсь, что мы будем красивыми и похожи на девочек, а не на парней. Узики, это их привилегия. Давайте оставим это им, а у нас, тем более, девушки всегда, мужчины обращают внимание на рот женский, губы, зубы. Все должно быть в порядке, все должно быть красиво, сиять, блистать и без всяких изъян. Поэтому давайте следить за этим и вот дома, как мы можем это быстро сделать. С вечером свидания, мы же не побежим сразу в салон, там будет очень сложно. Итак, с вами была Селена Слэй, увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok